Итак, приветствую друзья и гости канала. Сейчас покажу бюджетные варианты. Уже готовые, построенные. Может даже покажу и с ремонтом, которые вы можете приобрести. Здесь даже есть бассейн. Немножко с газоном сейчас поколдует. Почему-то он немножко не прижился. Вот такой вот бассейн. Вот такой вот красивый домик. Находимся мы с вами в Дагомысе, на ровной поверхности. При всем том, что здесь бассейн, при всем том, что здесь газовая котельная, при всем том, что здесь все есть, в принципе, самое главное достоинство вот именно вот этого апартаментного комплекса заключается в том, что здесь все недорого. Ну реально можно недорого купить. Рядышком стоит стройка. Я тоже вам ее сегодня сниму. И там стройка, соответственно, стоит в разы дороже. Поэтому, поэтому заваривайте чаечек. Я знаю, что многие меня смотрят под чаечек. И давайте мы с вами пройдем, посмотрим, попробуем оценить все плюсы и все минусы данного комплекса. Готовый, сданный, ипотека. И сделки проходят у нас, конечно же, в Росреестре. Как говорится, мелочь, но подкупает. Это огромный паркинг. Как видите, все паркуются по эту сторону, чтобы быть поближе, чтобы лишние 20 шагов не делать. Но парковка здесь действительно крутая. Есть детская площадочка, есть такая граница с зеленью. Да, действительно, очень крутое место. Там есть зона отдельно для взрослых. Ну и, соответственно, для детишек тоже здесь место имеется. Да, хоть это и апартаменты, но здесь очень много с детьми. Здесь хорошие планировки. Давайте попробуем все это посмотреть. Ну, давайте начнем с коридоров. Вот как бы мелочь, как бы мелочь, но вот надо показать все-таки для вас. Потому что, смотрите, есть два лифта. Нормально, хорошо работает. Есть, соответственно, у нас место для консьерж. Ну и, конечно же, вот, к примеру, четвертый этаж. Сразу говорю, цена 5800. Кто-то скажет, ё-моё, Макс, ну как так-то? Как так? Что можно из этого сделать? Я, наверное, буду волшебником сегодня и попробую вам показать, что же можно здесь сделать. Подкупаю то, что здесь имеется вот такой балкончик. Мелочь, вот, приятно. Блин, как классно смотрится автомобиль. Да, ребят? Ну, реально, согласитесь. Просто огонище. Ну и, в общем, как я уже говорил, что-то травка здесь не прижилась. Скорее всего, надо будет застройщику звать Гуфу. Гуф разбирается у нас, рэпер здесь такой, разбирается в травке. Я думаю, он здесь исправит ситуацию. Ну, а мы с вами что? Давайте попробуем еще раз посмотреть. Это чернуха. Да-да-да, 5800. И, знаете, давайте мы сделаем немножечко по-другому. Мы сделаем, наверное, волшебство. Даже, вы же любите волшебство. И я тоже люблю волшебство. Давайте мы сделаем вот так вот. Знаете так? Так вот, заходим такой вот. И раз, два, трис. Трис? Да-да, волшебство. Просто я показал вам черновой такой за 5800. С ремонтом стоит 8200. Как можно сделать? Ну, приятно же? Приятно. Соответственно, вот эта ниша у нас. Слушайте, ну, классно сделано. Прямо хорошо сделано. Прямо такой санузел, такой просторный. Вот, в отличие от других квартир, которые вы сейчас увидите. Здесь прям очень круто. Слушайте, ну, прям хорошо. Прямо реально хорошо. 8200. Кстати, здесь же у меня еще есть и с ремонтом недорогая. Тоже вам покажу. Но здесь в целом прям очень все хорошо получилось. Ну, в этом случае мне понравилось. Так же вот он может посмотреть. Ну, обалденно все равно. Очень круто все. Просто огонь еще. Что еще нужно? Покупаете с ремонтом за 8200. Бассейн есть. Ровненькая поверхность. Ну, что еще нужно? А если кто-то считает, что ремонт плохой, то, конечно же, покупаете такую же квартиру за 5800 и делаете ремонт уже непосредственно под себя. Но лично мне этот ремонт нравится. Да, если мы посмотрим 5800, посмотрим с вами 8200. Это разница по большому счету в 2400. Если мы поделим на 29 квадратных метров. Ну, да. Не, по идее, можно сэкономить, можно сделать все гораздо дешевле. Но для тех, кто не хочет заморачиваться, кому нужны хорошие качественные ремонты, я думаю, они смогут оценить. В любом случае, я сразу, ребят, скажу, вот можете не быть наивными фантазерами, дешевле, чем 50 тысяч рублей с квадратного метра, вот такой ремонт вам не получится сделать. Соответственно, 30 квадратных метров это полтора миллиона минимум будет. С кухней все это будет где-то миллион 700, миллион 800, не меньше. Понимаете? И я не буду вас обманывать, сказать, что да, там ремонт копейки стоит. Нет, это вы себя обманываете в комментариях. Круто, мне нравится. Ну что, посмотрим. 7,990. Что мы здесь видим? Зона кухни. Вот сделали прям именно вот с этой стороны. Не гардеробную, а именно зону кухни. Ну, их право. Здесь, соответственно, у нас душевая. Да, она небольшая, она есть. 29 квадратных метров. Здесь получилась такая у нас, наверное, зона просмотра зомбоящика. У кого два окна есть, да, вот интересно можно ее распланировать. И, соответственно, здесь же у нас спальня. Ну, лично я бы, наверное, больше склонился к тому, чтобы просто... А, здесь еще и поменяли. О, здесь еще и поменяли у нас оконная группа. Офигеть. Здесь прям совсем хорошо, прям прикольно. Посмотрите, да? Вот у нас вид на бассейн. Вид на зелень. На детскую площадочку. Блин, ну это круто. Реально круто. На ровних поверхностях все находимся. Ветерок поддувает. Просто романтика. Вот видите, где у нас перегородка идет внизу. А здесь вот просто целиковая, да? Тоже, кстати, красиво сделано. Очень хорошо сделано. Вот такой вот у нас чуть меньше 8 миллионов. Мелочь, конечно же, но приятно. Ну что, я обещал вам с ремонтом. 20-10 квадратных метров 7 миллионов. Четвертый этаж. Тоже все сделано довольно-таки хорошо. Прям реально хорошо сделано. И вот здесь вот сделали вот так вот. Мне, кстати, даже больше нравится. Здесь четкое разделение. Идет вот, например, вот кухня. Да, зона кухни. Здесь спальное место. Притом хватает, не знаю, там... Чувствуется, чувствуется тот самый, не знаю, тот самый простор. Хотя вполне возможно, если бы я делал бы сам по себе ремонт, я, может быть, просто сделал студию. Блин, студии, когда хорошие, нормальные, большие, полноценные, там не 15 квадратных метров, не 20, они реально в пользу спроса. Они как бы действительно крутые, да? И многие там берут студию, именно студию, простор и так далее. Поэтому здесь, знаете, со временем у всех меняются же стереотипы. Раньше я считал, что круто, когда там из 50 квадратных метров можно сделать две изолированные спальни, можно сделать кухню-гостиную. Ну, это бред. Знаете, как тот самый, с одной шкуры ты можешь сделать две шапки? Могу. А три шапки можешь? Могу. А в шесть шапок? Ты и шесть могу, и семь. И здесь то же самое. Все-таки есть у нас единый европейский стандарт. Соответственно, до 30 квадратных метров, точнее, даже до 40 у них идет. Это студия, до 40 квадратных метров. Соответственно, до 90 квадратных метров это однокомнатная квартира, одна спальня и, например, та же самая кухня-гостиная. До 150 квадратных метров это так называемый 2 плюс 1. И, соответственно, есть от 200 квадратных метров, где 3 плюс 1. Где три спальни и, например, кухня-столовая, кухня-гостиная. Ну, в Сочи, конечно, стандарты другие, именно из-за цены на квадратный метр. Ну, в целом, за 7 миллионов это хороший вариант. Многие из вас покупают северный склон Бытхи в стройке Чернуху 18 квадратных метров за 8,5. А здесь ровненькая поверхность, здесь есть бассейн, здесь недорогие коммунальные платежи. Все, что нужно, ребят, здесь все имеется. Давайте подведем с вами итоги. Нормальный комплекс, бассейн, на ровной поверхности за адекватные деньги. Сразу скажу, этот комплекс волшебный. Почему волшебный? Я вот, если честно, всегда ехал конкретно за квартирой. И выяснилось, что ее продали. Самое интересное, продали черновую квартиру. Здесь дороже, через Авито дороже, чем квартиры здесь есть с ремонтом. Сам собственник, мой инвестор, сам напрямую продал и так далее. Сами улыбается, говорит, Макс, ну вы не знаем. Мы позвонили на Авито, поставили там какую-то цену. И за расчеты заложили комиссию, риэлторам. В общем, всем подряд заложили, чтобы всем было интересно продавать. Понимаете? Вот всем, чтобы было интересно. И все. Представляешь, люди взяли и купили. Я говорю, а почем купили? Тебе говорят, ну вот, смотри, у застройщика есть квартира за 5 800 черновая. А мы такую же квартиру один в один на третьем этаже продали за 6 500. Поэтому, конечно же, вариантов здесь бывает очень много. И многие, конечно же, в том числе есть такие наивные, когда думают, что там, не знаю, раз поймали на собственника, значит, конечно же, значит, все, значит, покупают дешевле и так далее. На самом деле вот такая ситуация. Они, конечно же, остались довольны инвестициями. Кстати, здесь можно погулять в дичайной плантации. Не будем мы там погулять. Чего только не растет. В общем, такая тоже штука есть. Ну, это, конечно, не всегда так. Чаще всего такое не проканут. Но здесь, видите, о своем покупателе нашли. Клиент переплатил 1 миллион рублей. Как я это понял, мне попросили, у меня есть один обзор, попросили эти же мои, так называемые инвеститора, попросили удалить видеоролик с той квартиры, потому что я ее показывал за 5 400. За 5 400 показывал, купили за 6 500 напрямую. Прикольно? Ну, прикольно. Поэтому, конечно же, комплекс уникальный, ну, реально уникальный по своим возможностям. Ну, в целом, я скажу так, мне понравилось. Ну, реально понравилось. Все очень круто, все хорошо. Ремонты, соответственно, почти доделаны. Поэтому, если хочется хорошее, безопасное, недорогое, поближе к морю, поближе к цивилизации, чтобы парковка была. Ну, это же немаловажный фактор, правильно? Чтобы можно было приехать, спокойно припарковать свой автомобиль, чтобы лишних не было, чтобы было все под видеонаблюдением. Я считаю, это ваш вариант. На этом с вами прощаюсь. Вам всем прекраснейшее настроение. Вам всем добра и пока. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok